Увидеть, во-первых, столько знакомых и даже родных лиц. И, конечно, приятно увидеть людей, которых я не знаю. И, конечно, это какая-то странная ситуация, о которой мы раньше даже и не могли себе представить, что что-то такое будет. Мы будем не в порядке слов сидеть, а для порядка слов сидеть в разных странах. И я говорю что-то у себя дома. В Нью-Йорке, а вы меня слушаете, в Питере или где-то еще. И я решил говорить об изоляции и дистанцировании. Ну, прежде всего, потому что эти слова как бы у всех на устах. И мне кажется, что в последнее время я довольно много об этом думаю, что само понятие дистанцирования, дистанции, оно чрезвычайно важно для истории нашей цивилизации. И я постараюсь сделать вам такое глобальное представление того, как я это понимаю. Значит, извините за глобальность, но когда сидишь в таком зуме, который связывает все континенты, это становится почти естественным. Значит, что мне кажется, вызывающим вопросы? Вопрос заключается в том, вот мы сидим в изоляции, мы сидим в карантине, мы сидим за дверями закрытыми, стараемся минимизировать свои контакты с реальностью. Вопрос заключается в том, мы находимся вообще где? Мы находимся внутри эпидемии, внутри какого-то страшного события, которое происходит, или мы ему не принадлежим. На это очень трудно, конечно, дать ответ. Я помню свой шок, когда вот 9 сентября самолеты врезались в торговый центр в Нью-Йорке. Меня разбудили из Москвы звонком, я спал себе и сказал, что у вас там в Нью-Йорке происходит? Я сказал, я ничего не знаю. Я сказал, ну как же у вас там черт знает что? Я включил телевизор и увидел, что горят эти самые башни. А моя жена в это время отводила нашу дочку в школу. И она увидела самолеты, которые летят прямо над ее головой, и увидела, как они врезаются в эти здания. И вся улица встала, транспорт встал, и все обалденно смотрели на то, как падают люди с крыши небоскребов и т.д. Но для того, чтобы понять, что происходит, она очень быстро пошла домой. Вот она была непосредственной свидетелем этого события. Она пошла домой, чтобы посмотреть по телевизору, что происходит, потому что понять, что происходит, не дистанцировавшись от него, и не пропустив между собой и этим событием какие-то медиа, какую-то картинку или какой-то комментарий, очень трудно. Другое дело, что когда ты смотришь на события в телевизоре, ты видишь, что журналисты ровным счетом ничего не понимают тоже, и что-то такое там лопочет по долгу службы, но понимания нет. Но есть какой-то очень важный момент во всем этом. Это для того, чтобы понять, мы должны дистанцироваться. Чем ближе мы к эпицентру событий, тем меньше мы в состоянии его понятия. Хотя это как бы противоречит какому-то практическому смыслу. Кажется, человек, который там внутри, лучше понимает, что происходит, чем человек, который сидит где-то на расстоянии. О природе вещей у Лукреции. Есть такая метафора, аллегория, но она очень связана с исторической философией. Он описывает мудреца, который смотрит на кораблекрушение, происходящее неподалеку от берега, со скалы, с берега. И Лукреция говорит о том, что только мудрец, который стоит на этой скале, может понять, что происходит. Потому что тот человек, который тонет с этим кораблем, он ничего понять не может. Он не может понять не только, потому что ему нет понимания, ему бы выжить как бы. Но и потому что нет этой самой дистанции. И для Лукреции это имело определенный характер, потому что это вписывалось в какую-то перспективу стоицизма, который считал, что для того, чтобы что-то понять, нужно подавить страсти. Страсти это то, что искажает наше видение мира, и поэтому нужно как бы занять вот эту дистанцированную дистанцию стоического наблюдателя для того, чтобы понять что-то. Ну, сейчас, как мы знаем, и я еще вернусь к этому дальше, страсти, аффекты, эмоции, чувства. Страшно на повестке дня. Значит, все эти вот травматические воспоминания, вся эта память, то, что с точки зрения стоического мудреца не дает нам ничего понять, вдруг возвращается на повестку дня. А почему это происходит? Значит, мы об этом поговорим. Но вопрос заключается для меня в том, что вся европейская форма знания, она основана на дистанцировании, на отдаление от объекта изучения и понимания. Если мы подумаем о том, что такое наука, наука — это целый ряд процедур, которые помогают дистанцироваться от объекта исследования, подавить как бы субъективность исследователя через это дистанцирование, а затем, если это воспроизводится в разных лабораториях и университетах мира, то мы говорим об этом. Он истине, которая достигла наука. Но эта истина заключается только в дистанцировании. Дистанцирование открывает нам выход к этой самой истине. Мой любимый социолог Норбард Элиас написал книжку, которая называется Engagement and Detachment по-английски «Вовлеченность и отдаленность». И он показывает о том, каким образом вот эта отдаленность все время нарастает, дистанцирование все время нарастает в цивилизации. И если мы вспомним, например, такую парочку, которая пострадала за свои идеи, Джордана Бруно и Галилея. Мы знаем, что Джордана Бруно сожгли за то, что он утверждал какие-то там идеи. А Галилея отказался, сказал, что я ошибаюсь, я не настаиваю на своих утверждениях и остался жив. Ему запретили там писать, но все-таки жизнь сохранили. Вопрос заключается в том, почему один пошел на костер, а другой отказался. И я думаю, это связано с тем, что идеи Джордана Бруно были настолько связаны тесно с его представлением о мире, с его личностью, они настолько были связаны с его субъективностью, что если бы он от них отказался, они бы потеряли всякий смысл. Потому что они никак не опирались ни на какое дистанцированное объективное знание. А Галилей исходил из того, что даже если он откажется от всего этого, истина останется все равно, потому что она основывается на математике, и она не зависит от него. Она как бы обретает вот это дистанцированное, независимое существование. Откуда вообще вот это все взялось? Я думаю, что на самом деле, конечно, это знак вообще человеческой цивилизации, нарастание дистанцирования. Но для европейской, западной цивилизации это особенно значимо. Потому что если мы возьмем, например, китайскую цивилизацию, вот эта позиция мудреца Лукреции абсолютно невозможна. Китайский мудрец отличается от стоического, от греческого или рима, тем, что он должен раствориться в движении мира, в движении природы, не занимать по отношению к нему внешнюю позицию. Что такое даосский монах? Это человек, который входит в дау, входит в этот поток. Он начинает в нем существовать. И только существуя внутри этих изменений, внутри этого потока, он познает истину. Но истина никогда не формулируется догматически. То есть она никогда не формулируется как какая-то доктрина, гипотеза, утверждение, которая равна самой себе, которая может повторяться, которая отчуждается от позиции этого мудреца. Есть такой французский философ и китаист Франсуэй Жюльен, который написал книжку, которая называется «У мудреца нет идей». Потому что идея не позволяет мудрецу видеть реальность. Потому что идея догматична, она всегда навязывает что-то, она выступает в роли какой-то абстрактной истины. И вот сейчас много обсуждают всякие дурацкие высказывания философов по поводу эпидемии. И я вчера прочитал пост в Фейсбуке моего друга, профессора философии Европейского университета Оксана Тимофеевой, который защищает высказывания всех этих философов. Там, я не знаю, Бадью, Жиж, Агамбен, вся знакомая компания, они все высказались по поводу эпидемии. И с моей точки зрения высказались глупо. Почти все, все почти высказались глупо. Есть какая-то вот эта философская глупость, которая страшно меня коробит. И Оксана говорит, ну что же вы так вот там зря на них нападаете, они хотят достичь истины, потому что вот эта ситуация эпидемии, она позволяет нам прикоснуться к какой-то истине и мыслить ее, даже если она не соответствует нашим интуитивным представлениям и так далее. Но эти философы очень хорошо демонстрируют, что они всегда исходят из догматического набора идей. Агамбен всю жизнь пишет о чрезвычайном положении, значит, эта ситуация подтверждает его философию. Вот эта вот догматика, которая основана на том, что есть какая-то истина, которая доступна философу как стороннему наблюдателю, это то, что бесит многих людей и совершенно заслуженной философии. Неспособность их мыслить, я бы сказал так, имманентно. Имманентно, то есть внутри, изнутри, а не снаружи. Я буду использовать эти два термина, имманентно и трансцендентно. Трансцендентно – это значит по отношению к находящемуся вовне, а имманентно – это по отношению к тому, кто находится внутри. И вот меня очень, конечно, интересует, откуда эта дистанционность и трансцендентность появилась, что она вообще значит для нашей жизни и для судьб нашей цивилизации. И это особенно любопытно, потому что, если ты обращаешься к первобытному обществу, ну, первобытному я не имею в виду, там, каменный век, конечно, я имею в виду то, что называют примитивное общество, то есть племенное общество. А я сейчас довольно много занимаюсь антропологией и читаю всякие антропологические книги. Тут и видишь, что вот это племенное общество, оно абсолютно имманентно. Там нет никакой возможности занимать внешнюю позицию по отношению к нему. Это объясняет очень многое. Там нет никакой догматики, там нет никакой теории, там нет никакой абсолютной истины, а есть погруженность человека в мир, который может быть насыщен духами, какими-то мертвецами туда проникают, какие-то магические силы, с которыми имеют они дело с помощью ритуалов или какие-то шаманы там что-то выражат для того, чтобы какие-то проблемы их решать. Но они находятся внутри, они совершенно не могут выйти из этого мира. Они живут в этом лесу с этими животными абсолютно спаянно. И это в значительной степени определяет структуру власти в этом обществе. Кстати говоря, власть нас будет интересовать в том, что я буду говорить, потому что в этом обществе нет внешней по отношению к нему власти. Никакой племенной вождь и никакой шаман не находятся вне общества и не командует им. Он является его абсолютно органической частью. И никто не претендует на то, что он может изменить характер порядка вещей, в котором мы живем. Это связано во многом, как раз это объясняет, что такое миф. Миф – это рассказ о происхождении порядка вещей, который существует в мире, но он относится к тому прошлому, который недостигаем. Ты не можешь войти в мифологическое прошлое и что-либо изменить. Никакой шаман не может проникнуть в этот мир мифического происхождения мира и поменять порядок вещей. Поэтому в этом обществе нет никакой истории, потому что люди не могут ничего поменять. Они могут только ритуально все время воспроизводить одно и то же. И это мир абсолютной имманентности. Маршал Саленс, такой знаменитый, очень хороший американский антрополог, он написал о сегментарной структуре власти в таких обществах племенных и показал, что самая сильная власть в таком обществе принадлежит отцу семейства. Уже старейшина в деревне уже имеет гораздо меньшую власть. А племенной вождь, который находится в другой деревне, имеет уже почти только символическую очень слабую власть. И то же самое происходит с духами. Духи предков, с которыми живет человек у себя в доме, в своей хижине, в своей семье, они самые сильные. А какое-то уже божество, которое поклоняется вся деревня, он имеет гораздо меньше силы. А какой-то племенной бог, какой-то тотем племенной, он обладает очень слабой силой. И это очень понятно, потому что власть связана с этой ремонентностью. Чем ближе ты к этому ядру какому-то, тем больше власть человека, который в нем находится. Отец ближе всего к членам своей семьи, и поэтому он ими командует. А те, кто дальше, эту власть постепенно теряют. И эта ситуация конечно меняется в современном обществе, где государство всегда отделено от общества. Самая странная вещь, конечно, если мы скажем государство, государство никогда не является частью общества. Это всегда какой-нибудь человек, который сидит за кремлевской стеной, или еще за какой-то стеной, которому невозможно подойти, который отделен какими-то охранами, нервами, стенами и так далее. И она всегда управляет сверху, со стороны, но никогда не является интегральной частью общества. Это одна из главных и странных особенностей современного общества, что государство всегда чужеродное. Вопрос заключается в том, как же это вообще все происходит. Да, вот еще хочу вспомнить два имени в этой связи. Был такой замечательный антрополог Макс Глюкман, который выходец из Южной Африки и он основатель Манчестерской антропологической этнографической школы и в своих работах исследовал то, что он называл ритуалом бунта. Когда вдруг ритуально, например, начинает оскорблять местного царя или женщины оскорбляют мужчин и так далее. Это какие-то ритуальные ситуации, которые направлены против локальной власти, но которые всегда кончаются тем, что этот порядок восстанавливается. Он говорит о том, что в этих обществах есть всегда бунт, который важен для того, чтобы поменять плохого царя, например, на хорошего или напомнить в каком-то порядке вещей, которые нарушаются. Но эти ритуалы бунта, он говорит, никогда не направлены против самого порядка вещей. Там никогда не возникает идеи, что сама монархия, само царство должно быть уничтожено, потому что порядок вещей связан с этим мифологическим истоком, который абсолютно детерминирует жизнь этих людей. И, конечно, очень близко, когда я читал Глюкмана, я думал о Бахтине, у которого это карнавальная культура, где происходит то же самое переворачивание какого-то порядка вещей, где верх становится низом, низ верхом, где появляются какие-то бобовые короли, где происходит издевательство над властью и так далее. Вот эта карнавальность, которая особенно связана с Масленицей, например, это тоже не революция никогда. Это всегда вот этот ритуал бунта, который интересен тем, что он всегда восстанавливает в итоге порядок. Порядок всегда восстанавливает через бунт, и никакой карнавальный порядок абсолютно никогда не может выйти к революции. Потому что для того, чтобы подумать о революции и о том, что этот порядок никуда не годится, надо видеть его со стороны. Без дистанцирования ты не можешь сказать вообще монархический струннику. Надо его вообще опрокидывать и царь, и нам не нужны. Революция возникает уже практически в эпоху модернити, современности, когда дистанцирование достигает очень большой степени. Только дистанцирование позволяет нам говорить о возможности опрокидывания порядка и о скепсисе вообще по отношению к порядку. Каким образом это дистанцирование вообще возникает? ну когда-то Макс Вебер знаменитый немецкий социолог говорил, вел такое понятие расколдовывание мира. Он говорит, что когда-то наш мир был магический, заколдованный вот в этом племенном примитивном обществе мир был волшебный. Всюду были какие-то магические силы, которые пронизывали все. Каждый шаг был связан с этими силами. Постепенно эти силы исчезли и мир расколдовался. Марсель Гоше, французский культурный антрополог, он пытался описать очень успешно, мне кажется, вот этот процесс этого расколдовывания мира. И он сказал, что этот процесс связан с тем, что Бог уходит в трансцендентность. все эти духи, не было никого вообще говоря, Бога в этом первобытном обществе. Французский антрополог Паскаль Буаен написал книжку, где он утверждает, что вообще никакой религии не было. Был набор ритуалов и представлений, которые были очень тесно связаны с поведением человека, но религии как какого-то набора идей никогда не было. И действительно, если мы посмотрим, например, на язычество, язычество не оставило нам никакой религиозной догматики. Там нет никакого набора идей, которым нам надо следовать. Это религия без идей. Значит, религия, значит, Гаше говорит, Бог ушел в трансцендентность. Он освободил мир, а сам ушел в какой-то в небеса. Ну, что в небеса? Он ушел, конечно, небеса это довольно примитивное представление. Он ушел куда-то вне этого мира. И мир стал как бы двухэтажным, ну, может быть, трехэтажным. Это зависит от того, как мы посмотрим, потому что там в средние века многоэтажный был мир, но все-таки мы можем сказать, что есть этаж, на котором существует Бог, и какие-то духи, ангелы, там, не знаю, что это, в зависимости от того, как мы себе представляем эту религиозную сферу, а есть мир земли. И это очень хорошо видно в какой-нибудь ренессансной живописи знаменитой фрески Рафаэля, вот диспута причастия, там видно, что сидит Иисус, его апостолами на облаках, над ним там Святой Духи и Отец Бог, Бог Отец, а внизу люди. Вот эти два этажа, они и причем наверху все упорядочены, потому что там они сидят в определенном иерархическом порядке, в центре Иисуса, а вокруг эти апостолы располагаются в порядке их значимости, а внизу полный хаос. Какие-то люди там чего-то суетятся, стоят, почему этот человек стоит справа, этот слева, и тогда сказать очень трудно. Значит, вот это возникновение двухэтажного мира, характерное для развитых религий. Оно очень важно, оно вводит дистанцию между Богом и человеком. И эта дистанция фундаментальна, потому что она освобождает для человека пространство свободы. Пока все пронизано вот этими духами, никакой свободы нет. Ты имманентин это. Человек живет как животное в каком смысле. Животное оно не обладает свободой, то есть оно может бежать сюда или сюда, но в принципе оно не может решать за себя, как ему же все предопределено, тем порядком, в котором это животное вписано, той экологической ниши, в которой оно существует и так далее. Значит, возникает свобода, это прежде всего свобода выбора, ты больше не детерминирован тотальной теме, этой имманентности. и когда возникает свобода, возникает возможность истории, потому что первобытное общество ритуально всегда воспроизводит само себя, а потом возникает история, которая связана с возможностью людей что-то решать для себя и решать как им жить. Конечно, сейчас же от этого трансцендентного Бога появляется представитель в виде государства и в виде церкви тоже. Церковь, которая не существует в племенных обществах, становится посредником, она как бы что-то транслирует с верхнего этажа в нижний. И там целая куча всяких иерархов, как мы знаем, которые этим занимаются. Государство возникает в этом опустевшем пространстве как представитель Бога, который принимает на себя возможность решать и возникает постепенно идея суверена, суверента человека, который как Бог, который решает, что должны делать другие. Он всегда отделен, он занимает такую трансцендентную позицию к обществу. Как по существу Бог. Значит, вот это дистанцирование начинается с дистанцирования Бога, но это дистанцирование Бога, оно имеет очень много последствий. Но прежде всего, я бы сказал, что очень важный этап в этом уходе Бога в трансцендентность, в этом располагировании мира, это этап возникновения монотеизма. потому что вот этот этап трансцендентности уже возникает в больших каких-то империях, в Персидской империи, там, я не знаю, Ашура-Вавилонской империи и так далее, в Египте уже есть фараон, который как представитель Бога. Но по-настоящему завершается вот это формирование нашей цивилизации с монотеизмом. И вот очень интересно, что в Китае, например, и в Японии никакого монотеизма нет, буддизм не является по существу монотеизмом, и поэтому там цивилизация развивается иначе. Я вам сказал, что мудрец сидит в потоке Дао, и это очень связано с тем, что там не возник идея монотеизма. А что такое монотеизм? Один из главных исследователей монотеизма, который я очень люблю, я Ан Осман, вообще-то он специалист по Древнему Египту, написавший прекрасную книгу о Моисее и так далее. В общем, мне кажется, очень интересный ученый. Он говорит о том, что монотеизм, который начинается с иудаизма, это контррелигия, он называет, это просьба религия. Что это значит? Он возникает, и это религия откровения. Никогда до этого не было никакой религии откровения. Почему это так важно? И он говорит, что это революция, потому что никакой эволюции объяснить это невозможно. дело в том, что эти контррелигии, эти монотеистические религии возникают как носители истины, которой нет, ни в каком язычестве, нет никакой идеи истины. По отношению к язычеству говорят о том, что есть переводимость имен. Юпитер похож на Ашура в Ассирии, и поэтому они могут подписывать клятву разными именами разных богов, потому что каждый бог по существу это имя отсылает к какому-то божеству, которое от этого имени независимо. И мы знаем вот это какая-то странная циркуляция богов, о том, как Асклепий, например, переходит в Египет и становится египетским богом, как Митра уходит из Ближнего Востока и начинается его культ в Риме и так далее. Эти боги циркулируют и есть абсолютная толерантность, потому что никакой догматики нет. Откровения прежде всего связаны с письмом, поэтому это первые религии, которые абсолютно связаны с письменным текстом. Это Библия, Евангелие, Коран, из них абсолютно. Где фиксируются догматики, где фиксируются теологии, и после этого возникает огромная теологическая история, где все время там чего-то пытаются определить истинность. И все эти теологи сидят и пытаются понять какие-то нюансы, что такое троица и так далее. Разные церковные течения всегда не согласны друг с другом, но самое главное, что как только возникает идея истинно зафиксированной письмя, возникает идея ереси. Никакой идеи ереси не существует для появления монотерии. Как только появляется идея ереси, возникает идея абсолютной нетерпимости. Вот нетерпимость возникает с дистанцированием, которое фиксируется в письме и в истине. А письмо это форма дистанцирования. Письмо это слово, которое отделилось от говорящего человека, от совета, перестает быть с ним связанным и приобретает характер абстрактной вечности. Поэтому эти тексты очень легко превращаются в закон, очень легко превращаются в декларации истинности, потому что они утрачивают связь с человеком. Есть хорошее исследование Мартина Бубера, который говорит, что вот, например, древние пророки, они всегда были среди людей. И они всегда обращались к людям и пытались их остановить, пытались их исправить, пытались их предупредить о том, что они грешат и что что-то произойдет. Это говорящие человека. А христианство в сущности это тексты, в которых какие-то евангелисты потом записывают то, что говорил Иисус. Автор апокалипсиса, который сидит и пишет свой апокалипсис на Патмосе. Почему он пишет на Патмосе? Патмос это пустынный остров в Средиземном море, где нет абсолютно никакого некому обращаться. Он сидит и пишет там, потому что никому не обращается конкретно. Он пишет текст, который претендует на вечность и который утрачивает темпоральность. Он становится вневременным этот текст. И это очень тесно связано с этой эволюцией дистанцирования. Еще в иудаизме есть пророк, который еще говорит, но уже в христианстве этого нет, в исламе еще хуже. И возникает вот эта ситуация нетерпимости, связанная с дистанцированием, которое начинает определять ход истории. Средиземноморья. Великий французский историк Бродель написал такую книгу, которая называется Средиземное море, где он показал, что на самом деле вот Айкумена человеческий мир и это мир Средиземноморья в античности. И Средиземное море играет огромную роль, потому что это место коммуникации. все плавают между собой, потому что дорог нет, средств коммуникации нет, корабли плавают. И поэтому все время происходит такое перекрестное опыление культур, обмен, взаимоперевод этих культур и так далее. Когда приходит ислам, коммуникация прекращается, говорит он. Между Северной Африкой, которая становится мусульманской, и Европой, которая христианская, прекращается всякая коммуникация. И Анри Пирен в своей книжке замечательной, которая называется «Карл Великий Мохаммед», говорит о том, что с этого момента начинает средневековье. Это объяснение того, откуда берет средние века, потому что Европа перестает получать папирус, который шел из Египта. Он блокирован мусульманами. Значит, не на чем писать. Все начинают писать на шкурах, на этих пергаменах, которые они должны соскабливать, чтобы сделать полинцесты, второй, третий раз писать на этих шкурах. Значит, это приводит сразу к упадку коммуникации и упадку культуры. Исчезает, например, хлеб, потому что хлеб поступал из Египта. Все начинают есть мясо, одеваться в шерсть, потому что хлопок не приходит из Египта и из Северной Африки и так далее. Характер цивилизации фундаментально меняется, но это ведет к важным последствиям, потому что Европа от Средиземноморья уходит на север, центром цивилизации становится все больше и больше север, и она открывается на Атлантику, где мусульмане не контролируют море, и поэтому они отправляются постепенно открывать Америку и завоевывать свои колонии в Америке. То есть происходит какая-то переориентация, но сама история вот эта вся связана с нетерпимостью, с догматической нетерпимостью. Одни исповедуют Евангелие, другие исповедуют Коран, но между ними дикая ненависть, дикая вражда. Для того, чтобы подчеркнуть вот это вот, как дистанция вдруг приводит к агрессивной нетерпимости, я сошлюсь на христианских мучеников. Римские чиновники требовали от всех жителей Римской империи чисто формального признания культа императора. Нужно было поклониться в храме императора, принести жертву, а дальше живи как хочешь, потому что никому это не интересовало, это было чистое проявление лояльности. Это как сейчас пойти проголосовать за единую Россию. Значит, но христиане отказывались от того, чтобы это делать. Их уговаривали, ну что он стоит, поклонись, зарежь курицу и живи себе. Нет, говорили они, мы лучше умрем. И вот эта идея вдруг, что человек готов умереть за идею, это невероятная идея, что у них есть какая-то истина и абсолютно нетерпивность, которая из этого возникает. Осман, когда он обсуждает вот это вот мученичество, он говорит о том, что римские чиновники терпимы, а христиане, а мученики нетерпимы. Они хотят умереть, и они невероятно агрессивны. Есть вот это агрессивный жертв, который вообще сама в себе очень любопытно, конечно, которое вообще можно привести множество примеров. И для меня очень важный пример здесь вся история с Понтием Пилатом, которому приводят Христа. И Понтий Пилат, такой усталый римский наместник, чиновник, ему совершенно наклевать, у него нет никаких там. Приходит к нему какого-то очередного иудейского пророка, на который ему глубоко наклевать, что он там говорит. И собственно он готов его вообще отпустить, у него нет никакого желания его покарать. Но смерти Иисуса требуют еврейские жрецы из еврейского храма, Каифа требует его наказания и распятия. И Пилат потрясен тем, что сами евреи хотят распять Христа, а он этого совершенно не хочет, потому что он язычник, римский чиновник переполненный терпимостью, в то время как представители этого еврейского монотеизма уже кипят от нетерпимости и готовы кого угодно зарезать из-за того, что это еретик, и он думает иначе. Но на это все как бы вот просто момент, который я говорю, потому что само по себе возникновение истины оно возникает вот как бы в своем кристаллизованном виде вот в такого рода монотеистическом догматизме, а потом и в философии. Когда-то Ханна Арнс сказала, что Хайдеггер был сторонником нацизма, потому что как всякий философ он создает глобальную систему, а глобальная система всегда тоталитарная, потому что это комплекс идей, в которые он абсолютно верит, как истинно. И, конечно, вот это любит философов к марксизму для меня, она тоже говорит о том, что философ нуждается вот в этом тоталитарном догматизме, как комплексе идей, вокруг которого он может существовать. Значит, но очень важно, что появление истины, как чего-то отодвинутого от человека, независимо существующего, оно выражается в виде закона, который совершенно не такой, как закон например римский, оно выражается в виде науки, потому что наука это специфическая форма поиска и утверждения истинности через дистанцирование. Мы как бы считаем, что вот монотеизм, религия и наука это совершенно разные вещи. И как бы мы всегда говорим, вот наука, она как бы наоборот несет себе какой-то элемент атеизма, потому что там не нужно никого бога и так далее. Это так. Но при этом мы имеем общую структуру отношения к истине, которая становится совершенно фундаментальной для европейской цивилизации. И самое главное, я бы сказал, это появление такого совершенно беспрецедентного понятия как субъект. В греческой философии субъект, по-гречески это будет гиппокамейнон, гиппокамейнон это что-то лежащее под. Это есть какие-то явления, а под ними что-то лежит. Вдруг этот вот лежащий под превращается в какую-то очень странную абстракцию, которая сначала возникает у Декарта, и она любопытна, что она возникает одновременно, он говорит о когето, о моем мышлении, как бы одновременно в категориях скепсиса и критики, и сомнения. Он во всем сомневается. Вообще, когда возникает истина, возникает сомнение. Сомнение всегда сопровождает явление истины. Значит, потому что у кого-то возникает другая истина, возникает конкуренция истин, всегда возникает скептицизм и сомнение. Но что такое субъект? Откуда он взялся, этот субъект, чертов, потому что никто толком не знает, что с ним делать. И вся философия XX века это бесконечное топание по поводу субъекта и желание с ним покончить. Субъект это позиция. Это позиция сознания по отношению к реальности. Это позиция сознания, которая отделена от реальности. Субъект всегда противостоит объекту, в этом его фокус. Объект это реальность, это то, что мы видим, это то, с чем мы имеем дело. Это всегда объект, а мы всегда от него отделены, поэтому такой метафорой субъекта для фукост становится точка зрения перспективы. Точка зрения перспективы всегда вынесена из картины, она находится перед картиной, там, где находятся художные, глаз художный. А картина становится объектом, который перед ним стоит. мир становится объектом, который фиксируется на этой картине. Вот то, что субъект это точка зрения, которая лежит вне картины, это фантастическая вообще идея. Мы всегда находимся вне мира, и в этом смысле появление субъекта, оно завершает вот эту эволюцию утраты эманентности, выхода из растворенности в мире и противостояния мира его, в принципе, его дистанцирования. это происходит вообще повсюду, например, да, и вот что важно, что такое субъект уханта, субъект он называет его трансцендентальным. Трансцендентальным это значит, что он не дается нам в опыте, он находится вне опыта, он существует как бы как предусловия любого опыта. Это что-то, это чистая метафора трансцендентности Бога. То, что было Богом, становится субъектом. Та же структура воспроизводится в понятии субъекта. Теперь я занимаю позицию Бога, и когда я вспомнил эту картину Рафаэля, вопрос заключается в том, вопрос ставится в том, что определяет порядок этих фигур на нижнем этаже картины, где стоят всякие иерархии, принцы, я не знаю, там, князья, гипрископы и так далее. Значит, позиция субъекта. Рафаэль начинает решать, где кому стоять. На верхнем этаже все решается Богом. Бог в центре, вокруг апостола, над ним, там, голубок, который изображает Святой Дух, там, и так далее. Все определено, художники ничего не решают. А здесь решает художник. Он играет роль Бога, который предопределяет, как что должно располагаться. Субъект всегда отделен. Для меня всегда, ну, первое, важно, что это отражается даже в структуре сексуальности. Потому что это очень хорошо описал Фрейд. Он написал о том, что прямохождение человека трансформирует характер сексуальности по отношению к животным. Потому что животные, поскольку они рядом с землей, то они всегда приближаются, самец приближается к гениталиям самки, чувствуют гормоны, какие-то запахи, которые оттуда выделяются и возбуждаются, и это для него призыв к половому факту. Человек поднимается от гениталии. Его лицо находится над уровнем гениталии довольно высокий. Фрейд пишет о том, что либидо, влечение переносится от запахов и тактильности трогания к зрению. Зрение становится центральным. Дистанция начинает определять даже отношения в сексе. Я думаю, что такой феномен, как порнография, например, который немыслим и среди животных, не думаю, что хоть какое-то животное хотело увидеть, как сношаются другие животные, и это их особенно волновало. Сама порнография или какой-то дистанционный секс, который сейчас расцвел, наверное, в зуме, я себе представляю, что половина зума этим занималась, это какие-то возможности дистанцированного секса. Это субъект, проявляющийся позиция субъекта очень важна, и вот эта связь ее с Богом еще важна, потому что она передает субъекту ощущение суверенности. Субъект сам решает, он детерминирует что-то, он источник знаний, по отношению к нему все объект. Мы очень много говорим о феминистской теории, о том, что женщина объект для мужчины. Это проявление субъектной структуры, которые, конечно, не существуют в животном. Но поскольку возникает возможность революции, как реализация свободы, реализация свободы. Вот эта удаленность и превращение субъекта очень быстро в политического субъекта, политический субъект, это очень интересно понять, что такое политический субъект. Это человек, который решает, или это человек, как подданный сабджет. В этом смысле, может быть, английское слово тут понятно. Он подданный, он не решающий, а он подданный. Вот эта амбивалентность «я с одной стороны подданный, а с другой стороны я суверен», она очень хорошо вписана в это понятие субъектности. Значит, чем дальше субъект удаляется от мира, тем больше устанавливается форма его господства над этим миром. Потому что для того, чтобы господствовать над миром и подчинять, он мир превратить в объект. А себя в то волевое начало, которое этому объекту может навязывать какую-то волю. Потому что субъектная позиция – это позиция навязывания, это позиция агента по отношению к пассивному объекту. И вот человек начинает реализовывать эти формы властной субъектности прежде всего в формах письма. Письмо имеет фундаментальное значение для власти и для коммуникации, для всего. Я даже сейчас не буду в этом ходить, потому что это сама по себе тем, чрезвычайно интересно, что такое письмо. И как разные формы письма. от самого простого письма ручкой и карандашом и кончая дигитальным письмом. И деньги вот французский экономист Бонсен написал о том, что деньги – это не что иное, как письмо. Это создаёт коммуникация, это создаёт измерение, это единицы письма и так далее. Значит, это одна штука. Но главное, конечно, форма господства и дистанцирования – это технология. Теперь мы ничего не касаемся, как бы, а есть техника, которая находится между нами и миром. И тот мир, в котором мы существовали, немецко-эстонский биолог Икскюль назвал мир животного умвальд. Это окружающий мир. Это мир, в котором мы существуем, погружённо-имманентно. Животное живёт имманентно в умвальд. Этот умвальд превращается в то, что Харри называет картина мира. Картинка становится перед нами как объект. Мы теперь не находимся внутри, а всё становится картинкой. И вот появляется, например, такой вид живописи, как пейзаж. Что такое пейзаж? Пейзаж это превращение природы в объект. Это то, что стоит перед нами. Эрнст Блох, замечательный немецкий философ, писал о том, что загадка пейзажа заключается в том, что в пейзаж нельзя войти. Он всегда от тебя отделён. Есть какая-то зона между художником и пейзажем, которая совершенно неопределённа. Где художник находится, он всегда вне пейзажа. Вот пейзаж это превращение природы в объект, который, собственно, возникает в 17 веке вместе с наукой нового времени. И Кант задаёт вопрос себе, что такое природа? И он говорит, что природа не существует, потому что мы не можем её увидеть. Когда человек живёт внутри природы, не возникает вопрос, как её увидеть. И вообще не возникает вопрос, что такое природа. Но когда мы отделяемся от неё, возникает вопрос, что же это за природа, которую мы не можем увидеть, которая не даётся нам как объект. И Кант это называет регулирующей идеей разума. Без идеи, что есть какая-то природа, какая-то тотальность, мы не можем мыслить науку, например, говорит нам. Потому что природа предполагает, что всюду будут в равной степени эффективны, открытые нами законы науки, что и природа это какая-то целостность. Значит, возникает природа как объект, как что-то отделённое от нас, какая-то регулятивная идея, или какая-то ландшафтная, пейзажная тотальность какая-то возникает и так далее. Хайдегер в своём знаменитом эссе технологии называет это Гештель. Гештель это значит что-то встаёт перед нами. Вот этот корень Штель это корень постановки, поставки иногда переходят. То есть превращение в объект, и он говорит, что в этом Гештеля реальное бытие исчезает, потому что мы всё превращаем в объект нашего господства эксплуатации. Он говорит, река перестаёт быть рекой, она становится источником энергии. Лес становится больше не лесом, которым мы живём, а источником древесины и так далее. То есть он говорит, что технология превращает всё в объект. Просто никакого живого и дистанциального контакта с природой в принципе не остаётся. Этот Гештель, этот постав всё время воспроизводится самыми разнообразными способами и длительное время, я бы сказал так, до конца XIX века была идея, что мы отгораживаем от себя, от миром дистанцируемся с помощью техники, науки, машин всяких, и что это обеспечивает нам формы господства над природой. Мы отделены от неё, и мы господствуем над природой. Вот эта идея господства, она всё время внушала невероятный оптимизм людям, потому что считаешь, с помощью науки технологии, но не сейчас, так позже мы всё решим и мы придём к чему угодно. И но в какой-то момент это бесконечное нарастание дистанцирования, следования и объективации всего приводит к тому, что сама эта сфера медиа, медиации, она как бы отделяется от нас, и мы вдруг в этом бесконечном нарастании дистанции, для меня это самый ключевой момент истории цивилизации, мы утрачиваем роль объекта, субъекта, мы вдруг перестаём решать, потому что мы оказываемся как бы в каком-то мире, который мы сами построили из этих технологических средств опосредования и господства, которое обретает какую-то независимость. вот это исчезновение истории, возникает исчезновение истории, это любопытный сам к себе процесс, первый раз я как-то об этом подумал, когда я читал когда-то еще молодым человеком с восторгом стачу такого итальянского историка Мамильяна, где он говорит о том, что такое историография, что такое история, он говорит о том, что античные историки, пукиди, тацит и так далее, мы все их знаем, блестящие писатели, они писали аналы. Аналы это значит, что человек был участником этих событий. Если там ксенофонд участвовал в экспедиции Кира, то он писал керапезию, потому что он видел все это. Если он не видел как-то, все, что он описывает, он разговаривал с людьми, и люди ему рассказывали. То есть есть непосредственность участия и свидетельства, есть залог правдивости рассказа, потому что человек знает, что снимает, что он пишет. А сегодняшний историк, он говорит, это историк, который должен быть дистанцирован от событий. Тот, кто участвовал в событии, это участник, следитель, там, я не знаю, что угодно, его свидетельства сомнительны. Поэтому все время критика памяти происходит у историков, потому что тот, кто помнит, он помнит, не важно, потому что он помнит. Историк, это тот, кто приходит после событий, никак в них не участвовал, сидит в архиве, смотрит документы и благодаря дистанцированности письма и этих документов он может восстановить истину. То есть истина дается тому, кто не участвовал, кто дистанцировал. дистанцировал. То же самое можно сказать о суде. В примитивном обществе, если кто-то кого-то убивал, возникала вот эта вендетта, когда семья мстила и брала на себя исправление правосудия, как бы мстил убийц. Теперь это все должно быть передано суде, присяжным, а присяжные должны быть отобраны по принципу того, что они к этому не имеют ни малейшего отношения, не заинтересован, ничего про это не слышали, нигде рядом не стояли и так далее. Значит, истина преступления решается теми, кто не не знает, не то, что не участвовал, вообще ничего про это не знает. Только на основании дистанцированных рассказов. Весь суд это правосудие, утверждающее истину благодаря неучастию. Вот это вот неучастие, оно постепенно становится таким сильным, что люди утрачивают действительно способность чувствуют, что они что-то могут выиспорить. Когда-то Мандештам написал замечательную статью «Конец романа», где он говорит, что роман кончился после того, как люди поняли, что они ничего не могут решить. В египетской марке он описывает человек, который видит, как кого-то ведут на казнь, но ничего не может сделать. Он только сидит несчастный и смотрит, как кого-то ведут казнь. И он говорит, что конец романа кончился с Наполеоном. Потому что Наполеон был человек, который мог что-то изменить в истории. И было ощущение, все эти романы кто-то ближе, спасает кого-то, что-то меняет. Это история романа, это возможность человека действовать. Но вдруг Первая мировая война обнаружила, что война возникла, и убивает миллионы, но почему кто виноват, и где воля, которой это решать? Нет. Люди становятся пассивными элементами истории, которые работают как машина. И ничего не могут решить. Они только претерпевают историю. Вот эта утрата субъектности в 20 веке, для меня интересного, потому что мы имеем дистанцирование, дистанцирование, нарастание суверенности, субъектности, и только субъект становится подозрительным, никакого субъекта нет, идет сплошная критика субъектности философии. Одновременно возникает идея, что история кончена. Фукияма пишет какой-то текст о конце истории, Кожев говорит о конце истории, все, кому не лень, говорят о конце истории. Гильям Флюссер, философ, который я очень люблю, родом из Чехии, но живший в Бразилии, он написал книжку постыстория. Постыстория, это очень хорошая книжка, где он говорит о том, что все становится теперь запрограммированным. и он это называет аппаратами, которые действуют в соответствии с программой. Есть программа, которая приводит в действие аппарат. Вот эта технология, эти машины начинают действовать сами по себе. Человек ничего не может изменить. Машина детерминирует теперь вот это вот то, что определяло раньше господство, теперь определяет ничтожество и неспособность человека действовать. И это первый раз проявилось ко всеобщему изумлению в начале девятнадцатого века с появлением капитализма, когда в Англии появились ткацкие станки. Ткацкие станки производили шерсть, и поэтому им все время нужно было шерсть. Для того, чтобы давать такое количество шерсти, как эти самые манчестерские манифактуры способны были обработать, нужно было развести огромное количество овец. поэтому поля в Англии стали уничтожаться под пастбищем. Деревни обезлюдили. Там, где жил двести человек, осталось жить пять. Тюдоры, короли английские, были в панике, потому что уничтожается Англия благодаря этому. Появилось новое явление бандита на дорогах. Это были люди, которые лишились дохода крести, а не появилось совершенно новое никогда не существовавшее понятие опасные классы. Возникла огромная люди бросились в города, в городах не было работы, начался всеобщий мор. Это то, что Энгельс написал в своей книжке о положении рабочего класса в Англии, и это та ситуация, где возникает марксизм, где возникает идея автономного движения истории. История больше не зависит от человека от каких-то там сил. Вот это вещь, что ты, да, а все равно остановить ткацкий станок невозможно. Уже никому не нужна шерсть в Англии. Когда они начинают продавать ее в Голландии, они начинают заваливать шерстью весь мир, начинается экспансия этой шерсти по всему миру, нельзя остановить машину. Вот это самое поразительное, что вдруг человек обнаруживает свою неспособность остановить средства, которые он создал для достижения цели. Машина неостановима. Мы знаем, что сейчас происходит вокруг эпидемии, когда больше все волнуются, что машины встанут, заводы встанут, что же мы будем делать, ладно, там люди как-нибудь, но все-таки надо, чтобы машины работать. Остановить машину нельзя, потому что это приведет к полной катастрофе. Машина должна крутиться. Хан Ааронт когда-то говорила в связи с инструментальным разом, инструментальный разом, это мы знаем как, но не знаем зачем, о том, что исчезло различие между средством и целью. Раньше средство было производство чего-то, что мне нужно. Мне нужны ботинки, кто-то их производит. И сапожник это средство для удовлетворения моих нужд. А теперь мы должны употреблять для того, чтобы рабочина производства начинает становиться доминантным. То же самое происходит с такими сферами, как экономика или финансы. Экономика это то, что нужно как бы людям для обеспечения их жизни. И вдруг экономика становится совершенно неуправленной. Сидит миллион каких-то экономистов, которые пытаются понять, чего будет, остановится, она будет расти и падать и так далее, как будто это какой-то совершенно независимый коронавирус, который никак от человека не зависит. Финансы ведут себя каким-то совершенно диковинным образом. Все то, что было нами создано для того, чтобы управлять миром и подчинять его, вдруг выходит из-под этого подчинения, и защитная сфера аппаратов становится автономной и источником угрозы. И вот теперь вдруг возникает резкая тотальная смена субъектности. Потому что я считаю, что субъект это просто закрепление в определенной дистанции определенной позиции по отношению к миру. Вдруг то, что мы сами создаем, становится, мы сами становимся источником угрозы для себя. Что такое экологическая катастрофа? Экологическая катастрофа это не то, что вирус, который на нас напал из Китая. Экологическая катастрофа все понимают, что мы сами ее производим. То, что должно было нас раньше защищать и обеспечивать наше господство, начинает нам диктовать какие-то кошмары. И мы оказываемся пойманными в ловушку того, что мы создали. Теперь не природа грозит нам, как раньше, не какие-то крокодилы или волки. А теперь мы сами грозим себе. Происходят одновременно невероятные девальвации знания. Знания, конечно, очень нужны для производства всяких технологий, мы от него никуда не денемся, и прогресс мы все время связываем с прогрессом знаниям. Но мы все больше, понимаешь, мы ничего не знаем. вот это то, что проявилось в этой эпидемии очень сильно. Все ученые что-то говорят, наш любимый Трамп объясняет, что нужно вводить дезинфекторы в кровь, еще какой-то чушь. Но и все время говорят, никто же толком не знает, а может это так, а может это и не так. То есть сама по себе идея знания утрачивает какой-то смысл, и в каком-то смысле происходит коррозия понятия истинности. Происходит коррозия понятия идеологии. Я думаю, что вообще мы пришли к концу идеологии. Идеологии, вот как такие носители знания абсолютные, которые еще продолжаются у ребят вроде Бадью или Жижека, это все исчезает. Мы видим, как бьется Россия в стремлении какой-нибудь идеологии себе выработать. И кроме такого-то хлама вроде князя Владимира ничего не могут придумать. Вот это конец всего этого, это очень важно. И когда происходит вот этот кризис субъекта, кризис это субъектные позиции, на первое место выходят аффекты. А что такое аффекты? Вот интересно, что аффектов не было. То есть аффекты всегда были, конечно, но никто не думал об этих аффектах. Вот я занимался кинотеорией, кинокритикой, все там чего-то писали позиции, точки зрения, о каких-то киношных аппаратах, какая-то была семиотическая теория, структурная теория, а теперь все пишут об аффектах. Кино создают у нас ощущение непосредственного контакта с реальностью. Вот страх какой-нибудь, например, или любовь. Это что-то такое, что совершенно как бы лежит вне сферы разума, неуправляемого разума. Это что-то, что превращает нас в таких пассивных существ, мы пассивные существа в аффектах, потому что что-то на нас воздействует, и мы на это реагируем вот этими сами аффектами. И была дискуссия в свое время между двумя историками Холокостом, Фридлендером и Броссатом. Броссат говорил о том, что вся эта память сплошной травмы, вся эта чушь, она не дает нам видеть реальные события в Холокосте, уже никогда ничего не поймем, если будем все время копаться только в травмах. А Фридлендер говорил, нет, нет, надо все-таки какие-то травмы допускать, иначе мы не поймем ничего в этих событиях, потому что если мы уберем аффективную часть, то сама к себе дискуссия, что нам делать с аффектом, допускать их или не допускать их, или смотреть на мир чисто рационально, дистанцированность или имманентность. Вот то, что сегодня, мне кажется, фундаментально, это смешение близости и дистанции. Мы утратили вот эту дистанцию. Чем дальше мы отступали, чем больше нарастала эта дистанция, тем больше она постепенно выхолощивалась. А посмотрите на персетики войны. Войны – это всегда источник аффектов. Это страдания, это ужасы какие-то и так далее. А последняя история, например, с турками, которые побили Асада с помощью дронов, вообще без всяких солдат, просто прилетели дистанцированные машины и всех их там из-под прошили. И это совершенно поразительная форма обесчувствования, обезафектирования войны. Одновременно мы имеем фильмы, которые говорят о войне, вот сейчас 917, какой-то плохой фильм Мендеса, где все время попытка вернуться к какому-то непосредственно имманентному присутствию на фронте и так далее и так далее и так далее от этой невероятной дистанцированности. Значит, я думаю, что тут любопытно посмотреть, например, на историю искусства, которая никогда не рассматривается в этих категориях. Но мне кажется, что история искусства отражает это невероятно сильно. Как я говорил о пейзаже, как отраза стадии субъектности, дистанцирования от природы, то вот, значит, я думаю о таком искусствоведе венском Аллоисе Ригля, который говорил о том, что первичное развитие искусства с рельефами египетскими или со скульптурой это то, что можно потрогать, это то, к чему можно прикоснуться и кто обладает непосредственностью какой-то материальности. Скульптура в каком-то смысле на первые проявления истории искусства у Винкельмана, например, то история искусства и величие искусства все вокруг греческих каких-то статуй, это всегда вокруг каких-то Аполлонов или там Венеры и так далее. Потом вдруг происходит резкое переключение от скульптуры к живописи. А живопись, говорит Ригель, это уже другая история, это не тактильность, это оптика. А оптика, это всегда требует дистанции. Мы находимся на дистанции и тогда мы можем оптически, как бы зрением схватывать мир. Скульптура утра А что сегодня происходит? Сегодня вдруг кончилась живопись. То есть она немножко возрождается, сейчас, например, огромный интерес к Бекону, к Фройду и так далее показывает, что происходит какое-то возрождение к живописи. И как всегда в мире ничто не исчезает и полностью меняется какой-то тренд и что-то все-таки где-то всегда существует параллельно. начинается эпоха объектов и инсталляции. А что такое эти объекты и инсталляции? Это то, что уходит от этой дистанцированности, оптической дистанцированности и что приглашает нас обратно к тактильности или даже войти внутрь. Мы можем войти, как в какие-нибудь инсталляции Кабакова и идти внутрь. Перформансы заставляли всех посетителей выставки пройти, протиснуться между ними. И люди испытывали чувство дикой неловкости от того, что они должны касаться голых тел незнакомых людей и это был чистый аффект. Это не просто это снятие оптической дистанции, это вот нет, вы испытаете своим телом непосредственность касания и возьмите этот аффект. И вот это вот движение искусства прочь от оптического к чему-то другому, для меня это возвращение какой-то эманентности внутри собственной сферы, но это не сфера природы, это не сфера мира, это сфера искусственной хрени, которую мы построили между собой и миром, в которой мы теперь живем закапсулированные. Я бы назвал вот это состояние такой странный термин, который мне пришел в голову, когда я об этом думал, это состояние я называю трансцендентной имманентностью, я и вне, и внутри. И это вот то, что происходит с нами, когда мы говорим об этой эпидемии. Мы, чего вообще происходит с этой эпидемией, мы внутри, и мы вне, знаем мы что-то, или мы ничего не знаем. вот это какое-то совершенно новое состояние, которое в этой эпидемии с этими дистанцированиями и изоляцией, потому что изоляция, это, конечно, форма дистанцирования, дает о себе знать очень сильно. И кончить я хочу как раз разговором о том, что о вопросе, который возникает в этой связи, вопрос о свободе и несвободе. Потому что я сказал вам уже, что субъект это насилие свободы, а объект не имеет никакой свободы. И мы сейчас находимся в каком-то бесконечном невнятном колебании между субъектностью и объектностью. Я думаю, что это совершенно полностью отражается в феминистской теории, например, где все время значит попытка там чего-то выйти из объектности в субъектность, и вот эти все вещи, которые они пытаются осмыслить, отражают вот это состояние какой-то странной неопределенности. И что такое вообще в сексуальных отношениях отношения субъекта объект, вопрос очень любопытный. Но мы все время колеблемся между ощущением, что мы что-то можем, и ощущение, что мы ничего не можем. И вот это ощущение, оно очень сильно о себе заявляет, мне кажется, сегодня в России вокруг реакций на попытку ввести чрезвычайное положение, которое так никто и не вводит, это тоже очень любопытно, все говорят, что это связано на том, что они не хотят деньги тратить, но это и карантинами, всеми этими самоизоляциями, ограничениями и так далее. Вопрос заключается вот в чем. Это самоограничение, это изоляция и так далее, это навязывается нам извне государством как суверенная воля другого, превращающая нас в объект подчинения, или мы должны принять эту ситуацию как важную для нас самих, интерьеризировать его и самоизолироваться в результате собственного решения, чтобы спасти свою жизнь. И эта позиция, никто не может до конца ее понять. Вот это очень интересно, что мы все время говорим, с одной стороны нас принуждают какие-то идиотки пропуска, там черт знает, что вытворяют, полиция по все, какие-то штрафы, а с другой стороны надо сидеть, надо сидеть, не надо ходить. Когда-то Хана Армс вела такое различие, которое мне кажется очень важно, между power and domination. Power говорит, там всегда возникает, когда есть группа людей для того, чтобы совместно действовать. Это есть какая-то мотивировка для совместного действия, это то, что не является принуждением. Принуждение возникает тогда, когда оно навязывается извне. Вот тогда мы чувствуем себя принужденными. И вот эта вся ситуация карантина и самоизоляции, само или извне, это вот такая странная ситуация, где мы решаем, надо спасать аппараты, машины, заводы, или надо спасать жизнь, надо сидеть по принуждению, или надо сидеть по убеждению. Мы бесконечно находимся вот в этой неопределенности, которая, с моей точки зрения, очень точно выражает вот это вот ощущение трансцендентной имманентности, быть одновременно и во мне, и внутри, которые я наблюдаю сегодня. Ну вот, все. Спасибо вам за очень большое терпение, которое вы проявили, слушая все эти глобальные рассуждения. А теперь вопросы, да? Вы включили меня? А, меня слышно, но на самом деле пока вопрос был только один, он, скажем так, спасибо огромное, огромное спасибо, да, от всех, я думаю, это было очень интенсивно, я бы так сказал, вот, и крайне интересно, вот, я задам вопрос как модератор, потому что он поступил довольно давно и относится к первой, третьей вашего выступления, а там вы, где вы говорили про монотеизм, появление, соответственно, письменности, вот такой вопрос прозвучал, можно ли назвать письменную фиксацию гомеровского эпоса началом дистанцирования в греческой культуре? Вообще, в принципе, не слышно? Ой, Миша, Миша, стойте, стойте, вас не слышно. А у нас два. Так, а Миша не слышит? А, стоп, это у вас, включите у себя звук. Нет, у меня, а, сейчас. А, а скажите что-нибудь. Да, 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 это наша проблема технологическая. Но мне всегда очень трудно говорить о начале, потому что это такой процесс, который, конечно, вот тут, вот началось. мы толком не знаем, когда произошла кодификация письменной гомеры, конечно, она происходила постепенно. Я думаю, вообще, постепенное внедрение письменности имело огромное значение для всего. вот если мы посмотрим, например, на нечто совершенно не связанное с монопеизмом, но совпадающее во времени с возникновениями иудаизма, как первой монопеистической религии, это философия Платона. Философия Платона, например, это разговоры, это устная, устная штука, да, которая вся записана. Это вообще интересно, что он все время пишет разговоры, он, наверное, там говорил немало, я думаю, но он все время записывает. Одновременно с этим появляется у него понятие идеи. Если мы посмотрим на то, что делает Платон, он все время атакует софистов, он все время атакует там каких-то горьких, там кого угодно, он всех там софистов начинает все время мутузить. А чем плохие софисты? Потому что многие считали, что Сократ, его любимый, это софист, это типичный софист. И разговоры Сократа, это высшее проявление софизма, он может доказать все, что угодно. Он может кого угодно просто обвести вокруг пальца, то есть с ним спорить бесполезно, потому что он идеальный софист. И он учит, он все время кого-то учит, а что такое софист? Это учитель, который все время учит других. В чем идея софистов? Идея софистов заключается в том, что вся сила в лобосе. Лобос это речь. Мы можем кого угодно убедить. И софисты нужны, потому что возникает греческая демократия, где на агоре можно кого-то убеждать и уговаривать. И возникает суд, где можно доказывать что-то. Поэтому идея софиста это не идея поиска истины, на этой идее убеждения. И весь софизм ведет к риторике. Риторика это наиболее эффективный способ убеждения. Это способ вырабатывания понятия. И вдруг приходит Платон и говорит, мы не можем все время, у нас никаких оснований нет. Мы все время что-то говорим, 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 все что угодно может быть правдой. Нам нужно наконец найти истинный, критерий истины. И критерий истины это идеи. Идеи это то, что существует где-то. это какие-то образцы, какие-то формы, которые незыблемы и которые являются носителем истины. Все копии вокруг мира это все искаженная идея. Идея это носитель абсолютной истины. И вот переход Платона от устной софистики и от Сократа к письму, превращение этого письма и выработка идеи вот этого термина идеи как начало в общем-то настоящей развитой философии. Платон все-таки мы можем говорить о при Сократиках но это особая история. Конечно Платон создал ту философию с которой мы имеем дело. Мы не можем сказать что возможен Платон без идеи истины. Философия вся возникает. Поэтому Хайдегер говорил что с Платон начинается метафизика. А что такое метафизика? Метафизика это собственно постулирование истин. И Хайдегер все время говорил нам надо не от истины идти не от идеи не от метафизики а от реального практического опыта от экзистенции. потом далеко ушел от всякой догматики с нацизмом но идея была первоначальная то есть мы я поэтому как бы не могу ответить прямо на вопрос началось это с записи Гомера но мы видим как письмо и выработка идеи истины и выработка идеи монотеизма в Палестине они совпадают по времени они совпадают по времени это какой-то этап цивилизации когда вдруг возникает от чертова идея истины это идея метафизики это идея догматики это идея теологии все это по времени совпадает но конечно я боюсь указать вот на это явление вот это исток это корень все оттуда а следующий вопрос на самом деле их довольно много уже значит вопрос звучит так есть ли в этой приставке само в кавычках продолжение кортезианского поворота это направленность на само когите само изоляцию и так далее ну вот я считаю что само это нам указывает что мы являемся не агентами доминейшн господства а что мы подчиняемся этому добровольно нас заставляет вот это мне кажется невероятно парадоксальная вещь нас заставляет вести себя добровольно это когда-то я помню был такой анекдот как заставить самого кота есть горчицу а вот это надо сделать как бы вот на таком принципе самодобровольности ну а как выможете ему жопу горчицу и он ее будет слизывать то есть вот это вот это принцип я сам добровольно самоизолирую и само поедаю эту горчицу значит вот это вот такая же очень похожая история да вот нас там что-то заставляет штрафом принимать самостоятельное решение вот это вот это вот хрень которую мы сейчас существуем вопрос о том вообще насколько мы агенты или насколько мы пассивные какие-то существа вот Агампен развивает какую-то теорию сплошной пассивности есть какая-то суверенция вначале положения мы совершенно лишены агентности вопрос конечно сложный но я думаю что действительно вот этот элемент агентности он все время угасает но все меньше можно все меньше можно изменить общество становится очень сложно потому что никто не может изменить экономику никто ничего не может все стоят разинов рот и только претерпевают конечно это это какая-то новая стадия самосознания человека следующий вопрос спасибо за лекцию очень-очень интересно насчет само в скобочках изоляции как можно мыслить самоизоляцию как заботу о других когда человек не желает увеличивать риск заражения окружающих ну так это понятно тебе ты 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 самоизолируешься по целому ряду причин которые ты осознаешь как которые ты не оспариваешь для того чтобы спасти жизнь окружающей для того чтобы самому не подохнуть там чтобы там своих детей или там своих родителей не загнать в гроб всегда всегда есть для этого причина для того чтобы принять это решение но государство заставляет нас самих принять это решение усиленно дубинками и какими-то пропусками каким-то ужасом так что вот это вот вот это вот либо вот я живу в Нью-Йорке Нью-Йорк это эпицентр кошмара еще совсем недавно мы чуть ли не тысячу человек в день хоронили сегодня в штате вчера умерло 700 с чем-то а в городе полтысячи гробы некуда деть значит и никаких таких мер чтобы кого-то штрафовали сажали там нет нет и люди ведут себя по-разному есть люди которые самоизолируются как я потому что мне не хочется заболеть коронавирусом есть люди которые просто по каким-то причинам разным причинам этого не делают тусуются потому что я живу в Гарлине здесь вокруг черное население ты не можешь черных подростков загнать в изоляцию в карантин через два дня он разобьет свою голову о стенку сидя один в карантине или со своими родителями он должен обязательно выйти и тусоваться я вижу как они тусуют но ты ничего не можешь сделать но способ решать эту проблему с помощью неубеждения а с помощью палки здесь не приходит в голову ну вот да в этих районах бедных тут высшесмертность и это ужасно высшесмертность в домах престарелых и так далее это проблема но ты не можешь все решать с помощью росгвардии но в россии нет других как бы инструментов в россии как бы главный инструмент всего борьба за здоровье с инфекцией с коронавирусом все перепоручается росгвардии но но конечно 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 это очень сложная комбинация власть все время пытается объясняет что она запрещает она разрешает она требует но 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 требование это одно оштрафовать за несколько дней на 100 миллионов рублей как это было в Москве недавно это конечно другое вместо того чтобы помогать всех но это извините что я говорю о вещах которые не имеют никакого отношения к тот да значит следующий вопрос а какова была тогда тогда это ну сейчас вы поймете а какова была тогда позиция людей во время испанки ведь с учетом масштабов временных которые сегодня были заданы это почти было что вчера станок не работал хотя инсталляции еще не было короче говоря получается что даже такие близкие исторические события аналогии нам недоступны в том чтобы на них как-то положиться или применить к сегодняшней ситуации экспонометр настолько сбился что нынешняя ситуация кажется беспрецедентной или она такова действительно ровно потому что иначе мы ее определить не можем так звучит вопрос испанка это 18-19 год испанка возникает в конце первой мировой войны первая мировая война это огромный шок для Европы потому что люди первый раз начинают понимать что они ничего не могут решить существует огромное количество книг которые пытаются объяснить откуда пошла первая мировая война что была ее причина никто не понимает ну убили там какого-то эрцгерцога Фердинаду ну и хрен почему надо 4 года миллионы людей травить газами убивать и так далее тем более что в итоге ничего не изменил границы остались те же даже не им нельзя сказать что это империалистическая попытка захватить чужую территорию там и так далее это какая-то абсурдная боня в конце возникает пандемия гриппа поскольку она возникает в военных условиях накладывается строжайший цензурный запрет на информацию о гриппе никто не может если взять газеты того времени я читал там нет ни малейшего упоминания о гриппе хотя гибнет уже огромное количество людей кроме того это время когда перевозит огромную источники мора но говорят что испанка это результат перехода вируса от свиньи это свиной грипп свиньи скорее всего передали грипп человеку в лагерях для перемещенных лиц и в лагерях для военно-пленных где они вместе жили потому что военно-пленные питались свиньи это был свинарник где люди и свиньи жили вместе это создало вот это ощущение грипп назывался испанкой потому что только испания которая не принимала участие в первой мировой войне писала об этом гриппе единственную информацию можно было получить из испанских газет поэтому это стало испанкой и потом когда кончилась война было принято невероятно мудрое решение по ликвидации военных госпиталей которые были связаны с войной вся система военных госпиталей была уничтожена значит европа оказалась в руинах госпиталей нет полевые госпиталя все уничтожены информации ни малейшей нет и толпы людей с этими свиньями и так далее то есть это был огромный шок испанка которая наложилась на всю эту идею секретности и какие-то совершенно вот и чудовищные политизации которые с этим связаны и нынешняя эпидемия счастье разворачивается в других условиях но вы знаете какая например сейчас борьба за больно неправдивую информацию когда китай там собираются судить за то что они утаивали там реальную статистику реальные цифры начало эпидемии что привело к тому что люди не подготовлены что это разразилось такой силой и так далее мы имеем гораздо больше сферу медиации вот этих технологических структур каких-то хотя до сих пор мы не готовы конечно к этому совершенно но все-таки это иная вообще в принципе ситуация говорят что в Корее удалось побороть относительно быстро эту пандемию потому что Корея оказалась жертвой недавно эпидемии Сарса который там бушевал и он не дошел до Европы и они начали эпидемиологические процедуры разрабатывать протоколы борясь с Сарсом они накопили большое количество защитных халатов масок и прочее то чего никто больше не имел и поэтому ему удалось тестов им удалось с этим бороться эффективно то есть конечно речь идет об очень сложной логистической структуре которая связана с информацией информацией принципиально которая связана с деятельностью науки и так далее но я в данном случае говорю не об этом я говорю о позиции человека я не знаю какова была позиция человека который умирал от испанки но испанка была каким-то прямым продолжением войны вот как люди гибли в окопах потом они гибли от испанки это какой-то был апокалиптический мор которому ничего не просто его стояло они носили маски и тоже пытались какие-то карантины жалкие вводить но конечно это все было чудовищно поэтому мы получили там некоторые считают 50 миллионов покойников некоторые считают 100 миллионов покойников во время эпидемии испанки и так далее ну как бы сейчас просто другая другая логистика другая структура другая система информации уровень науки теперь мы можем хотя бы говорить о вакцинации а тогда не было никаких вакцин и поэтому вообще даже ну как бы это было такое боя не было страшная боя но я думаю что она оказала очень сильное воздействие на человека она в каком-то смысле многое определила в нашем понимании нашего роли к природе нашего отношения с природой кончила в каком-то смысле миф о нашем всемогуществе о том что нынешняя медицина может побороть всякую чуму и сифилис и так далее вот это вот все вот это все было поколеблено я думаю испанкой так что какую-то психологическую роль конечно испанка сыграла но и роль такого чудовищного негативного примера но я уже задам не то чтобы вопрос а как раз когда читаешь все сейчас всплывающие материалы в связи с испанкой смотришь на количество жертв понимаешь что конечно в как раз культуре мировой испанка оставила след несоизмеримо меньше чем там первая мировая война и чем даже какие-то потом последующие события гораздо менее масштабные она как будто стерта из памяти стерта из культурной памяти то есть она она где-то даже не стерта если бы она была стерта это было бы как эффект разразившейся бомбы она находится на периферии нашего сегодняшнего понимания истории 20 века на какой-то далекой периферии все знают что она была такая история но никто никогда в нее кроме специалистов мне кажется не подружался она не проходится грубо говоря в учебниках истории как какое-то значимое событие и сейчас через призму сегодняшней ситуации как бы возникает вопрос почему он конечно очень ситуативный но тем не менее это вот мне это интересно почему это такое биологическое событие связанное с телом связанное с переживанием тела связанное с вот этим всем не оставило почти никакой культурный след то есть наверняка сейчас нельзя опровергнуть потому что наверняка там есть пять произведений которые как-то связаны непосредственно с этим но все равно это никак не сравнимо с с какими-то другими важными историческими событиями ну да но это событие как всегда такие природные катастрофы оно конечно не вписывается в исторические нарративы потому что там нет злодея нету борьбы противодействующих сил нет идеологии его трудно описать кроме статистики вот как сейчас идет какая-то сплошная статистика это главный нарратив статистический но я считаю что еще вторая причина этому заключается в том что был подавлен цензурным образом письменной фиксации вообще сегодня память настолько связана с письмом и с медиа если медиа не фиксирует это все исчезает когда-то Гитлер в своих разговорах зафиксированы его секретарем говорил о том что мы можем уничтожить всех евреев и об этом никто не вспомнит потому что память жертв не существует она стирается остается только память победителей потому что победители производят тексты мы будем написать учебники мы будем говорить мы будем учить и поэтому никто не будет помнить о евреи евреи не будут способны генерировать текст ну он ошибся как мы знаем знаем что архивы холокоста сотни тысяч свидетельств огромный архив письменной памяти разросся и поэтому это событие невозможно вычеркнуть но испанка это не то событие конечно которое описывалось современникам потому что чем болел он болел типа неделю либо он помирал либо он выздоравливал поэтому конечно мемуарные фиксации того как у меня была температура как мне было плохо сначала 38 потом 39 это конечно очень слабый след для культурной памяти мнение этих источников приводит к тому что это вычеркивается в каком-то смысле демократии следующий вопрос что происходит с концепцией демократии сейчас и что может с ней произойти после того как она перевернулась вследствие создания дистанцированных машин вы очень круто сказали про суд и пришла к неолибрализму обслуживанию рынка которым никто не владеет она остановилась или есть возможность какой-то обратной реакции или это место захвачено левыми идеологиями мне кажется что демократии ну это не мне кажется это мы все мы это видим переживает глубокий кризис практически по всему миру этот кризис прежде всего связан с тем что все демократии для того чтобы решать свои проблемы социальные культурные и так далее опираются на бюрократию что такое бюрократия бюрократия это любопытное конечно изобретение потому что бюрократия это люди которые функционируют в соответствии с инструкцией собственно вот это вот веберовское понятие инструментального разума она полностью относится к бюрократии когда мы говорим о том что бюрократ никогда не спрашивает зачем он это делает он спрашивает как это надо делать нужно ставить печать в правом углу или в левом углу и так далее этот рецепт годится или этот рецепт не годится потому что это не тот бланк там я не знаю что-то еще то есть смысла этого никакого нет если мы посмотрим на все формы бюрократического решения проблем они в общем неэффективны даже посмотреть сегодня на Россию Россия не демократия там есть какая-то вроде суверенная воля там какого-то Путина если он еще существует значит но все спускается в виде каких-то указаний которые полностью растворяются ничего не могут произвести вот эта идея о том что есть как вот это вот то что я называю аппаратами след за флюзером запрограммированные аппараты это конечно абсолютная функция демократической бюрократии вы посмотрите во всех европейских бюрократиях например есть бюрократы которые решают кому давать деньги на культуру там на фильмы на все что угодно это по большей части совершенно некомпетентные бессмысленные люди которые решают с какими-то политическими установками и инструкциями и все происходит вот так поскольку прямая демократия решение людей партийный аппарат весь превратился в бюрократический аппарат с какими-то начальниками конгрессы все парламенты утратили всякий смысл раньше говорили что парламент нужен для того чтобы уговаривать и убеждать людей разум победит это такая была просвещенческая идея парламента сегодня все решает партийное руководство партии и вся партия будет голосовать как им и скажет вне зависимости от аргумента от смысла то есть мы все видим что вот эти все демократические механизмы склерозированы утратили всякий смысл и вот это произошло вот это расколдовывание полностью этих бюрократических механизмов поэтому возникает какая-то мне кажется идея что за рамки вот этого аппарата запрограммированного аппарата может выйти только человек с сильной волей поэтому все голосуют например за Зеленского потому что считает что Зеленский вот там сможет на Украине что-то сделать или там будем голосовать за сильного лидера какого-нибудь сильный лидер приходит и оказывается еще более ничтожным чем вся бюрократическая структура которая стоит я думаю что мы находимся в стадии разрушения политических институций очень глубокого и я думаю что действительно мы находимся на пороге каких-то глубинных мутаций которые будут связаны с интернетом уже сегодня совершенно понятно там говорят все время что если бы как его этот владелец фейсбука ну напомните мне Мак Цукерберг если бы Цукерберг захотел стать президентом он это сделал бы очень легко запустил все ресурсы фейсбука и уговорил всех участвующих в том что он лучший кандидат но сейчас вот эта идея деления на две партии на три партии левые правые оно в значительной степени исчерпано хотя все мы продолжаем голосовать по этим линиям партии потому что раздоровал выборами но фейсбук предлагает нам гораздо более гибкой и сложной комплексной организации взаимосвязей создание каких-то групп и коллективов которые совершенно лежат не идеологически потому что я считаю что идеология кончилась и вообще например расхождение между республиканцами и демократами в Америке это скорее уже теперь расхождение между высшим образованием и и и людей без высшего образования я бы сказал партия партия людей не кончавших университет значит поэтому я думаю что будут какие-то более сложные способы конструирования социального взаимодействия которые предлагает интернет но интернет одновременно нас всех организует в огромной машинной агрегат мы в каком-то смысле совершенно утрачиваем свою субъектность вот фейсбук в этом смысле очень показательный потому что все говорят одно и то же в фейсбуке вот я читаю фейсбук там все то стонут по поводу того что кто-то умер кого они никогда в глаза не видели то восхищаются там чем-то еще то есть это это такое стадное место где вот это такая контоминация имитационная происходит все другу подражают поэтому я не очень возлагаю надежду на какую-то смысловую организацию но то что она будет проходить по каким-то другим линии не по идеологическим линиям которые совершенно бессмысленно вся демократия держится на том что есть политика а сегодняшнее состояние общества мне кажется все больше говорит нам о том что на место политики возникает что-то другое я не знаю как это назвать потому что политика с идеологией с убеждениями какими-то принципами мне не кажется что это сегодня то что организует вообще общество то есть мне кажется что вот этот механизм демократии который сначала появился в Греции а потом во Франции во время французской революции что он вечен он подходит к какому-то кризису к какому-то концу как будет организовываться общество без этого мы не знаем может ли существовать общество без вне стоящего государства и суверенности и демократии мы не знаем но сегодня повсюду в философии идет критика понятия суверенности за которой так хватается Путин который все время включил суверенитет и университет все говорят что суверенитет это исчезающая фикция потому что все гораздо больше решается сегодня сложных сложными экономическими финансовыми какими-то отношениями вот эпидемия показывает началась тотальная пандемия когда что все разделения между социализмом капитализмом правыми левыми начинают трещать по швампу что это не релевантно и это мне кажется какие-то просто симптомы каких-то глубоких мутаций которые конечно никто не может предсказать знать что это будет но у меня ощущение отчетливое я конечно не политолог я вообще терпеть не могу политолога значит что мы с этим как-то связываем ну что же последний вопрос на самом деле потому что я думаю что мы уже два часа говорим и это как бы too much но прежде чем я его задам я во-первых хочу ответить Дмитрию Витчинкину который просит вас посмотреть его пятиминутный фильм я просто передам вам эту ссылку и вас ну в смысле я просто свяжу вас пять минут не знаю сочтете вы возможно посмотрите или нет вот а также пять минут это тот предел внутри которого я могу смотреть уже семь я уже чувствую вот а также просто отвечу Георгию Мелентьеву что ваш вопрос про статью Михаила про фильм Дау я думаю что все-таки мы сегодня обсуждать не будем и честно говоря не очень хотелось бы обсуждать проект Дау в рамках сегодняшней лекции простите меня за право модерирования но вы можете возможно у меня же спросить в фейсбуке лично и он вам ответит вот я задам вопрос Евгения и он наверное будет последним и мне кажется очень хорошо подытожить нашу беседу Евгений спрашивает в чем неуместность на ваш взгляд вы об этом сказали высказываний современных философов я просто считаю что философ всегда основывается на к сожалению это какой-то неискоренимый свойство философии на определенной доктрине которую ему очень трудно избежать поэтому он подходит к каким-то явлениям жизни с уже готовым набором элементов кого ты не возьмешь обязательно тебе расскажут что это подтверждает его доктрину это меня очень всегда пугает Бадью там я не знаю написал книжку возвращение истории где он с радостью приветствует что всюду появились какая-то нестабильность какие-то бунты какие-то грабежи вот говорит там Фукуяма история кончилась а вон вон история марксизм подтвержден опять класс все что не происходит это всегда подтверждение того что он писал вот это вот это меня очень смущает и в этом есть какая-то печать неадекватности с моей точки зрения то есть чтобы оценивать реальности немножко принять позицию восточного мудреца и попытаться посмотреть на ее имманентно изнутри что происходит и так далее отказаться от догматики но философу очень трудно отказаться от догматики он лежит в рамках определенных терминов понятий подходов которые всегда накладываются на реальность то есть я не хочу отрицать что умный человек даже вооруженный этими методами может сказать интересно но вот это ощущение разочаровывающей некоторые неадекватности меня не оставляло когда я читал все вот эти разглагольствования по поводу смерти людей когда гамбен говорит о том что вот весь этот карантин нужен только для того чтобы вести чрезвычайное положение для того чтобы отменить все свободы и так далее но ты хочешь ему вот нанси другой философ сказал вы мне в свое время отсоветовали делать операцию на сердце пересадку сердца а я все-таки вас не послушался потому что вы говорили что это биополитика не надо разрешать государство вас оперировать а я все-таки сделаю вот 20 лет живу и вот это вот это вот знаете людям жить хочется типа ну хорошо пусть мы будем чтобы не допустить чрезвычайного положения ходить и заражаться и всех заражать и дохнуть и так далее но вот это вот когда возникает вот такого рода догматизм ну что я могу сказать меня это как-то не веселит я не знаю мне это не очень симпатично просто об этом я говорю я высказал свое мнение о философии довольно тут уже откровенно поэтому сам я как бы считаю что я занимаюсь антропологией культуры а не философией которая построена на наборе догмат подход Миша спасибо вам огромное это просто мне кажется что какая-то фантастическая история просто здесь сейчас быть с вами через все эти океаны пандемии все возможные преграды вот спасибо большое что вы согласились с нами быть сегодня вечером и я надеюсь что всем нашим вот все спасибо уже феномальная лекция пишут в общем спасибо всем что пришли я вас под конец пожелать всем здоровья на и самоизоляции дистанцирования и чтобы никто не болел и чтобы ваши близкие не болели и чтобы все мы прожили через это без потерь вот это я вам всем желаю я очень рад вам тебе и надеюсь что мы встретимся в живом порядке слов и презентуем вашу новую книгу которую я знаю что вы пишете сейчас она уже она уже она уже там у вас у вас у нас хорошо да и тем не менее вот надеюсь что мы все встретимся здесь в органах и в презентации спасибо ребята большое спасибо до свидания до свидания до свидания